Собачка Сара. Прогулка с ней очень быстро закончилась, ведь она оказалась неравнодушной к котикам. Вчера хозяйка сельского мини-приюта Людмила Чернецкая гуляли с Сарой на улице. Наша девочка оказалась очень неравнодушной до котиков, чуть не перекусила парочку. Они привыкли, что их никто не трогает, собак не боятся, подходят, чтобы их погладили, а тут такое. Не знает женщина, может ее специально отравили на кошек, но кроме их она никого не видит, так что гуляния наши были совсем недолгими. Несмотря на то, что она на поводке, наши котейки так и липли к нам. Пришлось быстро уйти, чтобы никто не пострадал, хотя Сарочка выглядит вполне себе добродушной собакой, но алабай есть алабай. На 25 число мы опять записаны на рентген, может хоть этот раз нам скажут что-то конкретное и окончательное. Так предположения нас совсем не устраивают, мы так и не знаем, что с ней. Сара кушает, иногда бывает рвота, жидкий стул, постоянно сидит на препаратах, но растет только живот. Возможно пошло уже совсем немало времени, а может действительно у нее асцит и лимфома. Людмиле Чернецкой очень не хочется такого подтверждения, но лучше знать правду, а не гадать, глядя на нее и ждать, почему она все-таки так и не толстеет. Друзья, пожалуйста, помогите, нам очень нужны для Сары Эспумизан и Амес. Она принимает их постоянно, цена на них очень высокая. Может у кого-то есть возможность подарить нам хотя бы парочку пластинок. Но может быть кто-то проходил лечение и у него осталась парочка ненужных пластиночек. И как всегда нам очень нужна помощь в такси и обследовании Сары на 25 октября. Прошлое посещение в клинике с дорогой нам обошлось почти в 9 тысяч российских рублей. Это огромная для приюта сумма. Пожалуйста, помогите оплатить расходы. Очень надеемся, что мы узнаем окончательный диагноз нашей худышки. Прошлое посещение в клинике.